Мальчик Вася, сын богатого судьи, жил в одном захудалом городке. Неподалёку от него, на горе у кладбища, виднелись развалины униадской часовни. Откуда-то с той стороны приходили в город нищие босяки, дурное общество. Одним из них был здоровяк-тыбурций Драб – человек мрачноватый, но умный. Мать Васи умерла, а его отец в тоске по ней почти забросил заботы о сыне. Вася скитался по улицам, как бродяга. Раз он отправился к той самой заброшенной часовне на горе. Её дверь была заколочена, однако Вася пробрался внутрь через окно. Из-под пола часовни он вдруг услышал голоса. К нему вышли маленький мальчик и девочка. Вася узнал в них Валика и Марусю, детей-тыбурцы. Дети подружились и стали вместе играть. С тех пор Вася часто ходил к Валику и Марусю в часовню, удостоверившись вначале, что тыбурцы и прочие члены дурного общества слоняются по городу. Они не должны были знать о его визитах. Четырёхлетняя Маруся была слабенькой и бледной девочкой. «Серый камень высосал из неё жизнь», – сказал Вася Валик. Они с Марусей жили в подземелье под кладбищем с коридорами и одним просторным помещением. Стены подземелья были сделаны из серого камня. Валик признался Васе, что часто ворует для Маруси булки на городском базаре, потому что денег на их покупку у него нет. Раз во время игры «Детей в жмурки» появился тыбурцы. Поначалу он гневался на то, что его дети привели в подземелье чужака, но потом смягчился и только строго велел Васе никому не разбалтывать об их убежище. Тыбурцы принёс с собой кусок мяса и не скрывал, что украл его у соседнего священника. Когда Вася думал о воровстве обитателей подземелья, в душе его боролись презрения к этому пороку и жалость голодной Маруси. Осенью Маруся тяжело заболела и слегла. Вася принёс ей большую куклу – подарок, который когда-то сделала его сестре Соня покойная мать. Но дома стали искать пропавшую игрушку, а забрать её назад у Маруси не получалось. Девочка от этого горько плакала. Через несколько дней отец принялся громко бронить Васю за пропажу куклы, памяти об умершей матери. Но в этот миг нежданно вошёл Тыбурцы. Он принёс куклу и рассказал, что Маруся умерла. Вася пошёл на гору попрощаться с Марусей. Отец, раскаиваясь, сунул ему в руку несколько купюр для Тыбурцы. Вскоре дурное общество разошлось неизвестно куда. А Вася с сестрой Соней долго потом ходили на могилу Маруси у старой часовни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова